Комплекс силовых и перевёрнутых асан от инструктора Украинской Федерации Йоги Юлия Ярошенко. Со вдохом поднимаем обе руки над головой и одновременно поднимаемся на носочки. Сохраняем ритмичность дыхания. При достижении максимального натяжения в позе на выдохе переходим к следующей. При выполнении падахастасаны опускаем ноги на полные стопы и плавно наклоняем корпус от нижних позвонков к верхним. Для того, чтобы усилить эффект от падахастасаны, расставьте ноги чуть шире и разместите ладони под стопы. Немного привыкнув к положению, поднимите корпус настолько, насколько это возможно, сохраняя руки и ноги ровными и не допуская изгибов поясницы. Достигнув эффекта дрожи по всему телу, опустите корпус вниз. Следите за полным йоговским дыханием. Не выходя из позы, поднимаем сзади сведенные в замок прямые руки. Это усилитель падахастасаны, который создает дополнительное напряжение в грудной зоне. Ощущение жара и легкой дрожи – критерий правильного выполнения асаны. Оставайтесь в положении падахастасаны и сгибайте в колене сначала правую ногу, а затем левую. Данное упражнение усиливает воздействие на каналы опорной ноги. Следите за тем, чтобы спина была ровной, а дыхание – ритмичным. Выход из падахастасаны осуществляется змейкой, начиная от шейного отдела. Уштрасана по действию и выполнению подобна пхуджангасане, но сильнее ее, поскольку использует силу тяжести и задействует силу бедра. Натяжение тела должно быть равномерным – от коленей до подбородка. Не допускайте изломов позвоночника. Поочередное поднятие рук в уштрасане является усилителем. Следите, чтобы таз и колени были на одной вертикальной прямой. Опустите голову к коленям. Возьмите себя за пятки и поднимите в воздух таз. В этой ассане растягивается заднесрединный меридиан. Подбородок упирается в яремную ямку. Издавливается щитовидная железа. Выход из ассаны происходит после опускания таза к коленям, нырком вперед. Исходное положение – лёжа. Берем левой рукой левую ногу и прогибаемся в корпусе. Правая нога и рука вытягиваются вперед. Эта ассана является усложнителем позы лука, делая более точечную нагрузку на продольные мышцы спины. Повторяем упражнение на симметричную сторону. Халасана относится к перевернутым позам. Для выполнения с выдохом поднимите прямые ноги, заводя их за голову так, чтобы коснуться пальцами ног земли. Находясь в ассане, продолжайте ритмичное дыхание. Следите за тем, чтобы ноги были прямыми. Карна-пидасана выполняется из халасаны. На выдохе согните колени и прижмите их к ушам. Сохраняйте ритмичность дыхания. Чтобы избежать травм шеи, выполнять карна-пидасану следует только после достижения полного комфорта в халасане. Уртхва-падмасана в переводе означает «лотос сверху». Согните ноги в коленях и перекрестите их, и поднимите бедра вертикально. В этой позе очень важно следить за дыханием. После нескольких перевернутых поз необходимо матиасана или поза рыбы. Она понижает внутричерепное давление. В ней мы прогибаемся в другую сторону, и область щитовидной железы, которая до этого максимально сжималась, теперь растягивается и заполняется обогащенной кислородом кровью. Выходим медленно и постепенно. Делаем несколько перекатов по округлой спине. При выполнении триконасаны важно следить за тем, чтобы таз не перекашивался. Руки были на одной линии с предельным натяжением. Удерживайте колени прямыми, взгляд направлен вверх. Полное йоговское дыхание усиливает эффект асаны, концентрируя внимание на растяжении одной половины тела и сжатии другой. Перемещаем левую руку к разноименной стопе. Во второй разновидности триконасаны натяжение идет только через одну ногу, ту, которой осуществляется наклон. Делаем базовый вариант триконасаны на противоположную сторону. Следим за тем, чтобы позвоночник не сгибался, а положение таза не изменялось. Внутренним критерием правильности выполнения асаны является ощущение спиралевидного движения вверх к голове. Переходим ко второй разновидности триконасаны — наклон к правой ноге. Скручивание необходимо осуществлять снизу вверх, для того чтобы энергия могла успешно подниматься. Меняя положение рук, мы можем усиливать действие асаны. Заводим руки за спину. Переплетаем пальцы и отводим как можно дальше назад. Сводим лопатки вместе до ощущения жара. Чувствуем, как это помогает раскрыть грудную клетку, наполняя ее теплом. Продолжаем глубоко дышать. Дыхание — это путеводная нить, на которую, как бусины, нанизываются асаны в практике. Наклоняемся с ровной спиной, чувствуем натяжение задней поверхности ног и спины. Хорошо выдыхая, втягиваем живот и таким образом растягиваем поясницу. Это помогает глубже уйти в наклон и дотянуть макушку до земли. Проверьте, не зажата ли шея. Выполнению асаны поможет полное йоговское дыхание. Все внимание на тело. Если какая-то его часть не включается в работу, уделите внимание именно ей. Для выполнения дегасаны или третьей разновидности позы героя необходимо держать баланс. Стопа опорной ноги направлена вперед, плотно прижата к полу, пальцы вытянуты. Вторую ногу максимально выпрямляем и поднимаем назад. Корпус стремится вперед и образовывает одну линию с задней ногой. Выполняем дегасану на противоположную ногу. Данная асана укрепляет мышцы поясницы, тонизирует органы брюшной полости. Держать баланс поможет ритмичное глубокое дыхание. После силовых поз даем возможность расслабиться пояснице и снимаем излишнее напряжение с ног. Обе ноги плотно стоят на земле, руки в положении «намасте». Восстанавливаем дыхание и отслеживаем, как реагирует тело на заданную нагрузку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова